А это самая длинная канатная дорога мира, длиною в 5 километров 700 метров. Повезет она нас на скалистый полуостров. Когда вы сядете на канатку, называемую крылья Татева, вам покажется, что у вас тоже выросли крылья. Канатная дорога в самой своей высокой точке полета имеет высоту 360 метров. Она достигает облаков, зависших над этим ущельем, и, кажется, обнимает их и тянет за собой в монастырь. Около 24 минут вы будете парить в облаках и увидите все стихии природы. А когда преодолеете это ущелье и туман, перед вашим взором предстанет монастырский комплекс Татев. Канатная дорога берет начало с села Алидзор и достигает села Татев. А буквально через несколько шагов находится монастырский комплекс IX века Татев. Отсюда ваша молитва очень быстро достигает небес, так как это самое близкое к нему место. Это место станет частичкой вашей души, место, связь с которым вы будете чувствовать всю жизнь, лишь единожды побывав здесь. С одной стороны монастырь окружен лесами, а с другой – глубоким ущельем. Это ущелье реки Воротан, которое имеет глубину до 800 метров. Об этом ущелье существует множество легенд, и подчас сложно отличить реальность от выдумки. По преданию, монастырь Татев назван именем Евстатеоса, ученика апостола Фадея. Но народ имеет свою легенду, по которой монастырь получил свое название благодаря архитектору, возжелавшему обрести крылья, которые на армянском языке звучат как «теф» и взлететь с этой самой вершины. Отсюда и название «та-теф» – «дай крылья». Татевский монастырь является постройкой IX века, хотя первая часовня апостола Евстатеоса была возведена в IV-V века. Ну а с V по VII век монастырь становится крупным хранилищем армянских рукописей. Древнейшей сохранившейся постройкой комплекса является храм святых Погоса и Петроса. Длина храма составляет 28 метров, ширина 17, высота приблизительно 54 метра. Интересно внутреннее строение храма. Колонны не мешают, а алтарь виден со всех сторон храма. В 930 году стены храма были покрыты фресками, от которых сейчас, к сожалению, почти ничего не осталось. В Татевском монастырском комплексе существует одна загадка, которая на протяжении веков привлекала всеобщее внимание. В 895 году епископ Иванес во дворе церкви святых Погоса и Петроса построил качающуюся колонну, которая была названа Жезлом Святой Троицы и символизировала епископскую власть.